Большой европейский десант в Молдове. Делегации представителей Европейского парламента и парламентской ассамблеи Совета Европы завершают свой визит в нашу страну. Они должны были оценить внедрение соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС и эффективность использования молдавскими властями финансовой помощи. Кроме того, такие визиты совершают еще и для того, чтобы оценить политическую обстановку в стране и подготовку к выборам. Итак, о чем же отчитывались представители правящей коалиции перед европейцами? Как западные гости оценили проделанную ими работу? Какие новые рекомендации получили от них наши власти? Вот те вопросы, которые нуждаются в ответах. Вы смотрите программу Дело Принципа. Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И помогать отвечать сегодня на эти вопросы будет мой гость, представляющий партию социалистов Республики Молдова, председатель комиссии по правам человека Владимир Цуркан. Добрый вечер. Вечер добрый. Владимир Иванович, вот смотрите, две делегации, вот много встреч, с президентом встречался, с представителями различных парламентских фракций. Вот такой вопрос меня волнует, вот он всегда. Неужели вот на этих встречах всегда все выглядит так, как будто вот приехал учитель, знаете, и пытается понять, справился ли ученик с домашним заданием. Вот вы встречались, с представителями Совета Европы, так? Ну, понимаете, конечно же, очень важно, во-первых, кто эти представители. К сожалению, субъективный фактор, как бы то ни было, он все равно тоже имеет свое значение. Потому что, я вот даже посмотрел, мне не пришлось встречаться с делегацией от Евросоюза. Но я обратил внимание, что совершенно разные оценки во время комментариев и, значит, интервью давались одним или другим евродепутатам. Насколько я понимаю, на сегодняшней встрече, совместном заседании представителей группы, значит, по евроинтеграции парламента Молдова и Евросоюза, допустим, один из тех, кто, я знаю, всегда очень объективно и критически оценивает, почему-то вчера даже и не было его, хотя он в составе делегации. Не знаю, с чем это связано. Допустим, мониторинговая комиссия Совета Европы, с которыми я лично участвовал в этой встрече позавчера, они действительно в основном слушали. В основном слушали. Но слушать и услышать, а тем более это все потом изложить в своих заключениях, вот это самое главное. Мне, допустим, интересно, как они изложат, вот это, в частности, мониторинговая комиссия, то, что они услышали. Они действительно встречались с очень широким кругом представителей политических кругов и парламентские, и непарламентские партии, и, значит, гражданское общество, в том числе они выезжали специально и в Гагаузию, ставили вопросы касаемо и перспектив дальнейшего развития процесса переговора с Приднестровьем. Вообще, исходя из тех вопросов, которые они перед нами сформулировали, вот встреча фракции партии социалистов, которая была, была, как бы, наедине. То есть, их трое представителей Парламентской Ассамблеи Совета Европы и с нашей стороны была Зина Петровна Гречана, Влад Батрынча и я. По тем вопросам, которые они поставили, ну, как бы, трудно что-то придумывать. Тем более, что мы, допустим, сразу им сказали. Ваш визит, он, конечно, очень важен, но не менее важно то, что перед вашим визитом оценка ситуации в Молдове уже была дана в соответствующем заключении Совета Министров Евросоюза. И вот это, Людмила, и вот это мне интересно, вот как они в этом контексте будут, если захотят, лавировать? Ну, судя по всему, это все-таки напоминает встречу учителя с учениками, потому что, если вы, например, могли ведь тоже, наверное, задавать какие-то вопросы, могли получать их комментарии, судя по всему, как вы сейчас рассказываете, этого не было. Вопросы задают они. В данном случае не было в этом смысле диалога в форме «мы вопрос, они вопрос». Очень жаль, потому что, знаете, как вот встречи подобного рода, как правило, происходят всегда по одному сценарию, знаете. Если это идет встреча с представителями правящей коалиции, то они говорят о достижениях. Говорят, вот мы здесь все хорошо, здесь все хорошо, здесь все хорошо. А вот когда с оппозицией встречаются, то оппозиция, как правило, напирает на болевые какие-то точки, ставит вопросы. У вас не сложилось впечатление, вот на этот раз кому больше поверили? Ну, впечатления могут быть разные, конечно же, Людмил, но мы старались довести ту реальную ситуацию, причем основываясь не на наших только видней рассуждениях. И, по-моему, это, на мой взгляд, это должно было бы их убедить, потому что мы ссылались не на свои личные только заключения, а на заключения европейских экспертов. Да, вот то самое заключение, о котором я уже только что сказал, на оценки, которые выдавались в том числе, кстати говоря, главой миссии Евросоюза в Молдове. Мы на это в том числе ссылались. И по их реакции видно было, что они с пониманием, покачивая головой, делали целый ряд пометок и заметок. Это первое. И второе. Мы старались говорить не эмоциями, не какими-то клишей, фразами, а оперировали конкретными фактами. Фактами, которые невозможно не узнать, невозможно не признать, тем более, что они были зафиксированы и в конкретных документах. Ну, знаете, если говорить сейчас о европарламентариях, представителях Европейского парламента, то, просмотрев внимательно все, что писала и говорила пресса в эти дни, да и вообще, вот когда говорит о взаимоотношениях европейцев с Республикой Молдовы, знаете, что остается в сухом остатке? Наши все время пытаются понять и гадать, дадут денег или нет. Но ведь это же правда. Сейчас вот тоже сидят и думают, вот то, что сделала Молдова, достаточно-недостаточно. Какую сумму дадут? Первый транш будет или не будет? Вообще, европейцев не обижают, как думаете? Вот в этом как раз вы совершенно верно подметили. В этом как раз и было отличие от того, какова была цель между делегацией Евросоюза и делегацией Совета Европы. Делегация Евросоюза действительно приехала чисто с технической стороной оценить, каким образом были выполнены те условия, которые были поставлены Евросоюзом. Десять, если не ошибаюсь, условий. В какой степени они были выполнены? Нет, там было больше, но десять вроде как уже получше. Да, вот за этот последний истекший год. Причем оценка этих условий, выполнения этих условий, она была осуществлена на уровне принят документ или не принят документ. Правда? Да. Вы посмотрите, что единственное, что они отметили, отметили некий прогресс в экономических каких-то результатах. Хотя я не знаю, если кто-то из них вдался и вник в анализ, что это за результаты, и реально ли это прогресс. Наши эксперты проводили оценку, что получается так, что мы постоянно развиваемся на уровне два шага, откатимся назад, шаг сделаем вперед. Ну, почти по Ленину. Шаг вперед, два шага назад. И поэтому и люди не чувствуют на себе так называемого улучшения. Ведь если посмотреть даже результаты последних опросов, не наши опросы, опросы зарубежные в том числе, там четко говорится, отвечая на вопрос, а стало ли вам лучше жить? Лучше и хорошо, считая, что очень хорошо живут, один процент населения. Это реально. Правильно? Кто этот один процент населения? Я думаю, тут не надо долго думать и разгадывать. А вот делегация Европарламента, Совета Европы, у них была несколько другая задача. Ведь Молдова уже десятилетия находится под мониторингом. Под мониторингом точки зрения того, а как в Молдове реально реализуются реформы в сфере демократии, в сфере средств массовой информации, в сфере юстиции. Кстати, во многом перекликаются. Перекликаются и должны перекликаться. Потому что нельзя говорить просто о росте, я не знаю, там, ВВП условном, не сравнивая, а людям-то стало лучше жить или нет, с точки зрения, в том числе, и соблюдения, допустим, их прав. Мы, допустим, давали им информацию, оценку с точки зрения, а как оценивают люди сегодня в Молдове, в том числе, насколько их права и свободы соблюдаются. Владимир Иванович, ну хорошо, вот вы сидите с представителями Совета Европы, которые говорят вам о различных свободах, и вот вы им говорите, что у нас запрет на ретрансляцию российских новостей. Что говорят представители Совета Европы по этому поводу? Они нам ничего на эту тему не сказали. Вот самое интересное, что они ничего не сказали, они просто зафиксировали. Я почему не говорю, что мне будет очень интересно посмотреть их доклад, их заключение, о котором они придут, потому что этот доклад потом должен быть представлен на заседании ПАСЕ. И на этом заседании будут присутствовать в том числе и члены молдавской делегации от парламента Молдовы, которые, в общем-то, представляют несколько фракций. И будет мне интересно, как же они все-таки подойдут к тому, потому что мы им сказали. Позиция главы миссии Евросоюза в Молдове по поводу принятых законов о так называемой борьбе с российской пропагандой. Однозначно он четко сказал, что нельзя через запреты, или запреты никогда не были и демократическим инструментом. И когда, кстати говоря, допустим, Влад Батырынч, он член парламентской ассамблеи Совета Европы, он сказал, а вы знаете, я вот приехал на последнее заседание, вот зашел в гостиницу, включил специальный телевизор, смотрю все, буквально все каналы, на любой вкус, на любой цвет, любая страна происхождения, ты можешь найти там любой канал. Те, которые сегодня у нас запрещены. Ну, если вы не получили ответов от представителей Совета Европы, то с депутатами от Европарламента ситуация отстоит несколько проще, потому что они сами сказали о тех проблемах, которые их волнуют. Я зачитаю. Ситуация в медиа, точно так же, да? Реформа юстиции, борьба с коррупцией, расследование банковской кражи. Я не знаю, вот этот перечень, я когда смотрю на то, что их волнует, не знаю, что им говорили представители власти, представители правящей коалиции, но уже сам этот факт, что их беспокоят эти вопросы, меня лично порадовал. Знаете, почему? Потому что все, что до сих пор я слышу в оценке уважаемых европарламентариев, сводится к одному. Они говорят о смешанной системе. Вот все время. Даже, вот понимаете как, они многие моменты выделяют, мы недовольны этим, но постоянно возвращаются к смешанной системе. Почему такие вопросы, на мой взгляд, они не менее важны, чем то, что проголосовали депутаты. Почему о них говорится тихо в полголоса, а вот эта смешанная система, которая носит рекомендательный характер, стала просто вот во главу угла и, как говорится, ни вперед, ни назад. Как считаете? А вы знаете, по поводу смешанной системы, по поводу изменений в электронном кодексе, мы тоже говорили с представителями Совета Европы. И мы объяснили, вот вы нас спрашиваете, а каким образом вы видите дальнейшее развитие, значит, демократии и отношений с Гагаузией, с Приднестровьем. Мы сказали, что это был еще один из аргументов, почему мы пошли на смешанную систему, потому что она позволяет создавать одномандатные округа специально для Гагаузии, специально для Приднестровья, которые в случае общереспубликанского округа, они просто выпадали из обоймы возможного представительства парламента. А в данном случае, конечно, мы и сказали, мы хотели и предлагали в этой комиссии, которая определяла округа, большее количество, пропорционально, исходя из количества избирателей, реальных, которые зарегистрированы на территории Приднестровья. Пока, значит, на данный момент созданы два округа, мы об этом тоже говорили. В Гагаузии тоже только два созданы, хотя там, даже по чисто математическим расчетам, надо было создать три округа. То есть мы одновременно с тем, что говорили о том, что наше стремление было максимально демократизировать эти выборы, а, б, обеспечить доступ в парламент, значит, тем, кто представляет особые регионы в нашей стране, Гагаузия и Приднестровья. Но при этом говорили, что и здесь были нарушены большинством демократические принципы, создали меньше, чем следовало бы. На этот счет у них, кстати говоря, больше не было никаких комментариев. Единственное, что их заинтересовало, а вообще, каковы сегодня взаимоотношения Гагаузии и Камрата и Кишинева, я им объяснил, что я являюсь, допустим, в данном случае представителем, членом той рабочей группы, которая была создана из паритетного количества депутатов парламента и Народного собрания Гагаузии. Мы вместе поработали, исходя из содержания закона об особо правом статусе еще 1994 года Гагаузии, вынесли предложение. Давайте мы реально начнем помогать, создавать условия, чтобы этот закон работал. А для этого только надо было определить в нашем уже национальном законодательстве, что раз особый правовой статус имеет эта территория, значит, у них и особый уровень управления создан, не тот, который на уровне села обычного, не тот, который на уровне обычного района. У них другие полномочия, другой круг сфер деятельности, поэтому у них особая полномочия. Большинство категорически от этого отказалось, категорически. Приняли какой-то выхолощенный закон, это я им все объяснил, президент вернул назад и промульгировал, и все, эти законы застопорились и лежат в парламенте. Это для того, чтобы показать, насколько сегодня в Молдове, в том числе и права этих территорий, где компактно проживают национальные этносы, значит, как они соблюдаются. Это их, кстати, очень заинтересовало, в всяком случае, исходя из того, что они в том числе поставили вопрос о том, а в целом как соблюдается права. Ну вот депутаты от Европарламента настроены гораздо жестче. Вчера выступали представители, и несколько раз было сказано, что если Евросоюз не предоставляет вам финансовую помощь, то это не потому, что мы плохие, а потому, что вы не выполнили свои обязательства. Уточнили. Опять же вернулись к этой системе. Но я здесь хочу по-другому задать вопрос. Насколько нас всех уже, наверное, выучили за эти годы? Почему? Нас всех выучили уже, что рекомендации в Венецианской комиссии это всего лишь рекомендации. Все их резолюции, они носят рекомендательный характер. Почему так происходит, что вот так настаивают и просят вернуться? Вот что-то, может быть, мы недопонимаем, или что-то изменилось в мире на сей день, что уже как-то вот рекомендации носят обязательно такой характер? Ну, понимаете, действительно, они носят характер рекомендаций. При этом даже эти делегации, особенно делегация Евросоюза, они сразу как бы делают вначале вводную часть и говорят о том, что, конечно, это ваше суверенное право. Но вот исходя из общепризнанных нормов, норм и принципов демократии, вот, в данном случае, на данном этапе вы поспешили. Вот их вывод какой. Значит, но с другой стороны, мы им говорим, ну хорошо, что значит поспешили? Мы же не можем постоянно находиться в таком замороженном состоянии. Может быть, как раз это и даст возможность народу четко, а, высказать отношение к партиям, и, б, высказать отношение, в том числе и к личностям. Потому что другая система, которую они тоже рекомендовали, допустим, нам, говорят, ну вот давайте пойдите по открытым спискам. Что означает по открытым спискам? Вот публикуется весь список партии, и избиратель из этого списка голосует, вот мне этот нравится, X, Y и Z, а А, Б, и С не очень. То есть вот... Бедный избиратель, вы представляете? Бедный избиратель, понимаете? Да, сколько фамилий он должен знать. И мы еще, значит, не совсем готовы, учитывая те ограничения, которые у нас сегодня, и монополия средств массовой информации, значит, еще не готовы до конца довести всю информацию до избирателя, вообще о том, кто есть кто, и кто что делает. Значит, они однобоко проинформированы. Я вчера был в районе, значит, и люди прямо говорят, то почему, скажите, почему у нас вот покрытие, скажем, да, телевизионных программ таково, что они видят, смотрят, те, кто не имеет тарелок, приемок, значит, цифровых, интернетовских вариантов. Простые люди, простые граждане. Они говорят, у нас два-три канала, которые мы знаем, под чьим, значит, покровительством, в кавычках, находятся. Вот они получают только ту дозированную информацию, которую они имеют. В этом вся опасность. В этом вся опасность. И если мы оставим все так же, в таком же замороженном виде, то, конечно, не будет сдвигов дальнейших, в том числе и в демократии. Ну вот смотрите, сдвиги, о которых говорят все время, это касается открытия, участков избирательных за границей. Вот и сейчас подтвердили, значит, представители Европарламента и Совета Европы, о том, что нам необходимо больше участков, что люди должны иметь возможность проголосовать. Но мы помним, как это было на президентских, мы помним, как это было на предыдущих парламентских выборах. Скажите, пожалуйста, вот этот раз удалось как-то, я не знаю, на ваш взгляд, понять, вот европейцы намерены идти до конца в своих рекомендациях, точно так же настаивать, например, вот как по той же самой системе. Или так опять скажут и все? Да, я этого не почувствовал, честно скажу, потому что их как бы такая общая оценка была такова. Мы посмотрим, как пройдут выборы, демократично или нет. А вы не спросили, что значит демократично с их точки зрения? Вот мне, например, любопытно. Я знаю, чтобы они ответили. Не будет ли нарушения, не будет ли подкупа, не будет ли еще каких-то моментов. Но ведь это все оценочные понятия. Мы четко говорим и понимаем. Если есть фальсификация, то она происходит именно так, на избранных участках. Очень важно, конечно, по спискам, чтобы было все окей. То, что, допустим, вот мы сейчас как бы случайно, но обнаружили, это стоят очень большие вопросы и перед регистром населения, и перед регистром избирателей. Когда данные пенсионного фонда, кто в этом фонде, люди, и данные регистра населения по возрастным категориям не совпадают. Есть цифры, когда люди сдачатся в пенсионном фонде, допустим, какое-то количество людей, а эта же возрастная группа в регистре населения цифра либо значительно меньше, либо значительно больше. Это дает возможность а, воровать из пенсионного фонда. Ну да. По-наглому воровать. И такой случай мы нашли. Я могу озвучить этот случай, не называя фамилию, потому что фамилии просто не существует. Вы представляете себе, чтобы у нас в Молдове в пенсионном фонде значилась женщина в возрасте 118 лет, которая получает пенсию в размере 9900 лей. Можно, я знаю, что все завидуют этой женщине. Это вообще нонсенс. Это не мои сказки какие-то, это официальные данные, которые я получил из пенсионного фонда. И когда я удивился и возмутился, срочно, через две недели пришли другие. О нет, извините, мы ошиблись. Это, оказывается, женщина 1960 года рождения. Ну, цирк. А в данных регистра, кстати говоря, тоже есть одна женщина 118 лет. Но такой пенсии, даже если дай бог, если она дожила до 18 лет, в чем я сомневаюсь, честно вам скажу, но даже если бы она и была бы, она никак не могла получать такую пенсию. Это она должна была быть как минимум генералом в силовых структурах. Но я-то знаю, что женщины такого возраста, да вообще женщины генерала не было в силовых структурах. Ну, она могла быть бандитой. И когда я об этом им сказал, они покраснели, быстренько исключили, но ведь мы нашли и другие разночнения. На мертвые души списывается пенсия. Вот вам один из примеров того, что может в том числе произойти во время выборов, если мы не будем настаивать на том, чтобы тщательно проанализировать и прочистить эти списки. Что мы сейчас и будем делать. Хорошо. Как вы поняли позицию Евросоюза и депутатов от Совета Европы по поводу внесения в Конституцию положения у евроинтеграции? Вы знаете, эта тема вообще не обсуждалась. Вообще не обсуждалась. Представители Совета Европы это вообще не интересовало. Не интересовало. Насколько мне известно, и представители Евросоюза это тоже не интересует. Потому что, в общем-то, это такое молдавское ноу-хау, которое сейчас хотят повторить украинцы. Вот если взять, проанализировать, кстати говоря, авторов этой инициативы, мы ведь им ставили вопрос, назовите им хотя бы одну страну Евросоюза, в которой, в Конституции которой это записано. Ну, мы не знаем точно, вот был какой ответ. Нет такого. Нет такого. Ты можешь написать все, что угодно, но если это нет, этого нет. С другой стороны, ведь посмотрите, с одной стороны инициаторы они же что объясняют? Ну, это сегодня приоритетное направление для развития нашей страны и имеет приоритетное значение для всего населения. Стоп. Но ведь есть статья 75 Конституции, которая четко предусматривает, что подобного рода вопросы в обязательном порядке выносятся на референдум. Вот на этот вопрос, который вот я, в частности, в нашей комиссии поставил авторам, они тоже замялись, ну, не обязательно типа это все выносить на референдум и так далее. Кстати говоря, если вы обратили внимание, поговорили и об этой инициативе пока так это все забыли. Я думаю, я думаю, что, наверное, и... Ну, в комиссиях-то она уже была рассмотрена, то есть получается, что в любой момент... И все. Да, эта карта вынимается и... Ну, и вот тогда... И голосуются. И вот тогда начнутся эти дискуссии. Но, учитывая, что нам в этой сессии осталось отработать апрель-май, ну, июнь, я не думаю, что после каникул уже будет какая-то такая работа парламента, поскольку уже начнется избирательная кампания. Все-таки в конце ноября, так я полагаю, скорее всего, произойдут выборы парламентские, а это означает, что уже все будут заняты другим. Это надо было просто пропиарить такую ситуацию, пропиарить такой такой термин. Но сейчас, если вы обратили внимание, они наполняют этот термин другим содержанием. Евроинтеграция сегодня уже всем понятно, мы все увидели, особенно после заседания Бухаретского парламента 27 марта, мы все увидели, что то, о чем здесь сначала втихаря говорили некоторые прорумынские силы, затем это было подхвачено уже и парламентскими группами, в конечном итоге с этим согласились и демократы, тем более Лянко, Лянке прямо был поставлен вопрос в связи с его интервью, вы что, действительно видите на сегодняшний путь возможность евроинтеграции Молдовы через Румынию? Он говорит, да. То есть объединение с Румынией и таким образом типа мы уже в Евросоюзе. А где Молдова? Ну вот прекрасный вопрос как раз и для европарламентариев, ведь мы знаем, что Румыния входит в Евросоюз. Прекрасный вопрос и для представителей Совета Европы. Пусть дадут оценку и тому заседанию, да, и заявлением некоторых румынских политиков по этому поводу. Мне кажется, что вот с этим вопросом надо как-то смело к ним обращаться и получать какие-то ответы, нет? Ну, наш президент, кстати говоря, по этому вопросу сделал соответствующее обращение и в европейские структуры, и в ООН, что очень правильно и очень своевременно, потому что любые подобного рода дискуссии, вот о которых мы сейчас говорили с этими двумя делегациями европейских структур, фактически эта тема их вообще не интересовала, вообще не интересовала. Я ее пытался затронуть, когда они нас спросили, а как вы видите в дальнейшем развитии отношений с Приднестровьем? Я им сказал, что я считаю, что на данном этапе вопрос Приднестровского регулирования более чем заморожен. В силу того, что нынешнее большинство сегодня проводит политику сближения с НАТО не просто сотрудничество в гуманитарных сферах, а сближения, явного сближения с НАТО и подталкивают страну к вступлению в НАТО, раз. И второе, они реанимировали то, что фактически и сподвигло во многом Приднестровье так себя позиционировать по отношению к Молдове. То есть это вот та самая идея унионизма. И я им сказал, говорю, что было сегодня простимулировано решением Бухарестского парламента. Такое впечатление, что они или не услышали, или они не знают об этом решении. Никакой реакции не было, во всяком случае, представителей Совета Европы. Я не знаю, как это делегация Евросоюза, но, насколько мне известно, они там вообще эти вопросы не обсуждали. Они прошлись по техническому выполнению этих вот основных десяти позиций домашнего задания по выполнению евроконтационного плана. И все. Я не знаю, мне было бы интересно, потому что Совет Европы, представители, они спросили нас, а вот как ваша оценка реформы юстиции. Эта тема болезненна болезненна и для одной делегации, и для другой делегации, я так понял. Для нас прежде всего болезненна. Для нас это вообще более чем, потому что мы, допустим, объяснили, опять же, не только на наших мнениях, и нынешний министр юстиции, спустя месяц, как она назначена, и предыдущий министр юстиции, успел там работать, по-моему, месяц или два, оба сделали заявление после вступления в должность, после того, ознакомились с положением дел в министерстве, в том числе, они какой сделали вывод? Вывод о том, что фактически реформа юстиции, она просто-напросто провалилась. Это их оценки, это не наши оценки, не оценки оппозиции, а она провалилась. В подтверждение этого я им привел пример, но вот посмотрите, что сегодня творится у нас в судебной системе. Мало того, они оценивают с точки зрения правильно, что юстиция селективная, выборочная. Одних мы можем посадить, других не обязательно сажать, как в этой истории с этим миллиардом. Главный, так сказать, исполнитель, значит, Шор, он спокойно разъезжает по стране, проводит избирательную кампанию, выдвигает своих кандидатов и так далее. Кстати, за деньги, которые, я так понимаю, за деньги, которые были украдены. Европарламент очень жестко как раз настроен в отношении поиска виновных в краже миллиарда. Ну и вы знаете высказывания господина Михалка, который очень жестко отреагировал. В чем выражается эта жесткость? В заявлениях. В заявлениях? Я поэтому и говорю, да, что вот они жестко высказываются и говорят, что на каждой встрече теперь, вот как они встречаются с представителями нашей власти, вот так они и говорят, что пора бы вам, дорогие, уже как-то вот найти виновников в этой краже. Людмила, я думаю, что за 4 года и практически 4 месяца с тех пор, как всем стало известно о том, что произошла кража, а правоохранительным органам и лидерам нынешнего большинства об этом было известно гораздо раньше, потому что это все проходило под их не только носом, но и под их контролем. Давайте будем прямо говорить. потому что и прокуратура, и Центр по безопасной коррупции, и СИС информировали их. Вот что происходит. То есть получается, что европейцы тоже это понимают, я схожу сейчас из ваших слов, что наши уважаемые руководители правящей коалиции прекрасно все знают, но просто они не делают никаких выводов из этого и тем более не ищут виновных. Тогда наши руководители могут сказать, ну а что нам искать-то, если все знают, европейцы знают, ну никаких санкций, мер к нам не предпринимают. Вот говорят, если вы сделаете тут и тут, еще и денег дадим. Какие мы хорошие. Мы, значит, ВВП подняли там на 1-2 процента. Мы пенсию увеличили гражданам с начала апреля месяца. А вы поедете, да не надо в район, даже в городе спросить у людей. Они просто, ну, знаете, кто со злостью, кто уже просто обреченным машинкой. Повысили пенсию на 6 процента. А ведь денег для того, чтобы повесить реально пенсию, как минимум на 15-25 процентов было достаточно. Потому что повысив пенсионный возраст, за счет того, что несколько десятков тысяч людей не вышли на пенсию, была сэкономлена эта часть денег, которую бы выплатили в виде пенсии этим людям. Это первое. Второе. Если бы не вырывали из этого пенсионного фонда то, о чем я сейчас рассказал. Не списывали эти деньги из пенсионного фонда на мертвые души. Гораздо было бы больше возможностей. Я не знаю. Если посмотреть на повестку дня, то смотрели, как внедряется у нас соглашение об ассоциации. Скажите, ведь кто-то из наших депутатов наверное задал вопрос, как они оценивают солидарность наших властей с Великобританией по поводу дела скрипали. Ведь наши уже ссылались на это самое соглашение. Это вообще отдельная тема, которая... Это прекрасный повод спросить. Почему нет? Вы знаете, как-то мы говорили о том, что иногда бывают ситуации в международных отношениях, когда у любой страны есть прекрасная возможность промолчать, сделать паузу. Ну похвалили хоть наших, Владимир Иванович. Ну так похвалили буквально через несколько часов. Это означает, что ждали. Это означает, что рекомендовали. Это означает, что у нас нет суверенной независимой внешней политики. Вот это о чем говорит. Ведь посмотрите, не то, что нашли в себе силы, а с достоинством заявили те же австрияки. А мы не собираемся присоединяться к этой солидарности, потому что мы считаем, что нет достаточно оказательств. Сегодня, например, министр Литвы сделал аналогичное заявление. А тем более на фоне того, что сами англичане наконец-то признали. Оказывается, у них нет доказательств того, что это вещество, которое они, кстати, назвали новичком, оно, не доказывая, что оно российского происхождения. Стоп! Тогда о чем вы пели песенки до этого? Все. О чем? Здесь столько много белых или темных пятен, в этой всей истории, начиная от того, а кому это вообще выгодно было и нужно было. Потому что ведь всегда, когда что-то делается, это кому-то надо. Не просто же вот так, а кому-то надо. И кому это надо было? России это надо было. В условиях, когда предвыборная период, там, за 10 дней, по-моему, до выборов президента России это произошло. в преддверии чемпионата мира по футболу, плюс сам по себе пострадавший как персона, якобы представляющая опасность для российской безопасности, давным-давно уже исчерпала себя. Ведь он был давно был арестован в конце 80-х годов за, значит, шпионскую деятельность. Он сидел уже, его потом обменяли, то есть не обменивают тех, в ком еще есть интерес или в ком чувствуется опасность. Его просто выдали. Ну, хорошо, он там где-то еще о какой-то методологии, технологии работы Рассветслужбы России мог что-то еще рассказать. Но ведь эта технология, методология, она во всем мире примерно одинаковая. Поэтому все то, что произошло, это очень похоже все-таки очень высокая степень вероятности, как они сказали, о том, что это самая настоящая провокация, провокация спецслужб. Не исключено, что и самой Англии, но не одной только. Цель, которая, ясно, что цель, которая является Россией. А мы, значит, здесь вот такие выступили в роли подтанцовки. Причем еще такой ярой подтанцовки. Румыны одного выслали, а мы вот такие значит, солидарщики, аж троих выслали. фактически парализовали работу посольства. А я думаю, это не случайно. Потому что в преддверии выборов что может посольство сделать, когда у него там один целых и полторы десятых сотрудников. Просто интересно было узнать реакцию, как вот вообще они в Европе на этот шаг наш смотрят. Как журналист, не могу не спросить о новом кодексе об аудиовизуале, который сейчас обсужден. По поводу? Новый кодекс об аудиовизуале. Они же занимаются свободой слова, всеми этими правами. Как-то они дали рекомендации для нашей России? У нас каждый раз это со скандалом. У нас каждый раз. этому вопросу они, кстати, уделили внимание. Во всяком случае, Совет Европы уделил этому внимание. И я думаю, не случайно. потому что те оценки, которые давались ранее экспертами, начиная от ОБСЕ, европейскими структурами в том числе, да и вот в этом заключении Советских Министров Евросоюза, там четко дается оценка, что это не демократическая норма. Что это явный перегиб. Что это этот запрет фактически подменяет то, что должно быть в реальности, должно быть просто уровень и качество пропаганды, если вы хотите. Оценивать нужно не по стране происхождения, а по содержанию конкретной программы. Я, допустим, в таком разговоре их спросил тоже уже более частным. Одного из них я лично знаю. Я говорю, скажите, вот в этом контексте, вот допустим, выступления Путина когда он выступил с обращением к федеральному собранию с теми известными демонстрациями новых видов вооружения и так далее. Кстати говоря, вот эта провокация с отравлением, я думаю, тоже где-то есть какая-то своего рода реакция, ответ. Я так думаю. Да, я говорю, это что было, значит, дезинформация или информация. Он улыбнулся и говорит, ну, в принципе, это информация, потому что она везде прошла как информация. Я говорю, вот видите как. А по нашему новому этому закону получается, это вообще нельзя показывать, потому что это дезинформация и манипулирование мнением. Наши эксперты оценили этот кодекс и во время этих двух дневных слушаний, которые произошли в парламенте, высказали свою оценку, что этот кодекс очень опасен для демократии в Молдове с точки зрения свободы доступа к информации, очень опасен с точки зрения соблюдения прав в том числе и населения, которое не говорит на государственном языке, очень опасен с точки зрения вообще свобод и прав граждан и в том числе через этот проект нового кодекса фактически Координационный совет по аудиовизуалу он отделяется репрессивными рычагами и методами вплоть до вмешательства в издательскую политику конкретного значит органа массовой информации и получается, что если вот так будет происходить то тогда штраф вплоть до закрытия а потом иди в суд и доказывай а что такое наш суд всем известно нет просто есть пример они скажут что с высокой долей вероятности были нарушены законы да такое-то и такое-то уже время время у нас вообще стекло но я хотела просто если возможно получить от вас короткий ответ вот смотрите эти все встречи с европейцами да вот оппозиция им как мы знаем своя повестка вот у вас как создалось впечатление стоит ли использовать активно вот эти площадки для того чтобы продвигать свое видение развития ситуации в нашей стране чтобы что произошло чтобы использовать эти площадки для продвижения своего видения потому что есть вопросы у некоторых они даже все равно Людмила использовать конечно нужно любую площадку любую потому что если мы будем замыкаться допустим я говорю в данном случае об оппозиции и просто возмущаться то тогда наш голос если хотя бы не будет прямо услышан то во всяком случае они каким-то образом для себя это зафиксируют это первое второе ведь я повторюсь где-то но ведь это же было не только наше мнение об этом говорят и сами эксперты европейские другое дело что я опасаюсь чтобы не происходило то что к сожалению зачастую происходит применение двойных стандартов да мы конечно вас понимаем да мы конечно сожалеем что это так мы сожалеем что сегодня у власти именно такие люди которые именно так поступают значит нарушают права человека они вообще удивились и возмутились тоже когда я им доложил что в Молдове с 2014 года нет национального плана по правам человека нет они переглянулись смотрят на меня и так это пожимают плечами говорю нет они вам доложили говорю кстати вот вам доложили что они в феврале представили его наконец-то в парламент а вот чтобы вы знали первое мы его заслушали в комиссии по правам человека признали что он неудовлетворительный и предложили Министерству юстиции которое является координатором пересмотреть кардинально Министерство юстиции согласилось с этим и сейчас занимается переработка этого плана которое отрапортовали что уже представили представили а я им предложил говорю придите завтра потому что встреча была во вторник а в среду мы слушали в комиссии нашей рапорт обудсмена по соблюдению прав в 17-м году я говорю придите послушайте сами если вы пожелаете они конечно не пришли все теперь мониторинг на 100 лет будет принят после ваших заявлений поэтому мне остается вас поблагодарить за то что вы сейчас рассказывали некоторые ну не знаю наверное не то что секреты но все равно всегда интересно как это происходит если человек лично присутствует жалко что у прессы такого большого доступа не было пресса у нас задает самые наверное острые вопросы благодарю вас за участие в этой программе вам напоминаю что вы смотрели программу дело принципа я желаю вам всего самого доброго до свидания до свидания Редактор субтитров А.Семкин